Добрый вечер, это программа «Время вашего вопроса». В Казахстане запущено мобильное приложение «Есалы Казамат» для налогоплательщиков. О всех возможностях сервиса поговорим сегодня с нашим спикером. Кроме того, обсудим нашумевшую тему с возможным налогом на безналичные платежи. Кто будет им облагаться и кому это выгодно, все это в нашем прямом эфире. Я приветствую в студии Айман Куанову, руководителя управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области. Добрый вечер, добро к нам пожаловать. Вопросы можно задавать по нашему номеру 28 58 69, также по мессенджеру WhatsApp 837 264 15. Все средства связи будут на ваших телеэкранах. Предлагаю начать с приложения. С какого времени оно действует и каковы главные цели? В чем они заключаются? Да, действительно, в 2020 году комитетом госдоходов был запущен имиджевый наш продукт. Это мобильное приложение «Есалы Казамат». Он предназначен для удобства оплаты в первую очередь налогов на собственность физлицами для населения, то есть оно бесплатное и данное приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов. Также мобильное приложение «Есалы Казамат» осуществляет прием заявлений, исполнение налоговых обязательств, получение государственных услуг. Можно также забронировать дату и время посещения органов государственных доходов. Для индивидуальных предпринимателей где-то во втором квартале мы ожидаем приложение «Есалы К бизнес». Это уже будет отдельная история. Вот сейчас сколько уже пользователей этого приложения? На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области уже скачало данное приложение и зарегистрировалось в нем более 20 тысяч налогоплательщиков. Уже довольно-таки долгое продолжительное время, с начала 20-го года, наши налогоплательщики, в большей части это физлица, так как приложение для них разработано, они пользуются определенными сервисами. Вот я хотела озвучить, какие сервисы там есть. Да, ключевые сервисы, да. Что кроется в этом приложении, чем оно будет полезно? В первую очередь физические лица, особенно госслужащие, с введением всеобщего декларирования в этом году обязаны подавать декларацию в рамках всеобщего декларирования. Форма 250. В соответствии с этим в мобильном приложении «Есалы Казамат» был разработан данный сервис и можно без проблем скачать данное приложение, зарегистрироваться в нем и подать данную декларацию. Также можно произвести уплату налогов без посещения банковских отделений и без взимания комиссии. Более того, можно проверить налоговую задолженность на сегодняшнюю дату, на текущую дату и получить сведения о предстоящих платежах. Это, я думаю, очень удобно для населения, особенно когда недоступны некоторые другие сервисы или не могут дозвониться до налоговых органов либо их посетить в период пандемии. Также можно произвести зачет излишне уплаченных сумм налогов, проверить и рассчитать налоги на имущество, землю и транспорт, то есть все те налоги на собственность, которые ежегодно обязаны физические лица уплачивать. Там есть сервис расчет калькулятора, можно им воспользоваться и самому рассчитать свои налоги. Можно также проверить свои объекты налогоблажения, то есть посмотреть, какое имущество зарегистрировано на ваше имя. Если с чем-то вы не согласны, либо данного имущества на вас нет, вы можете произвести корректировку данных объектов, подать заявку, что такого имущества у меня нет, либо адрес не верно указан, либо кадастровый номер. Также можно пополнить налоговый кошелек, но для уплаты налогов, соответственно, через банковскую карточку можно привязать и пополнить данный налоговый кошелек и производить постоянно уплату налогов. Если обратить внимание на статистику, как пользуются наши физические лица по Западно-Казахстанской области, то основным сервисом, который пользуется, это сервис задолженности. То есть налогоплательщики, физические лица просматривают зачастую сумму долга. По итогам 2020 года таких запросов по сервису задолженности было 121 тысяча. Также физические лица интересуются сервисом предстоящих платежей, то есть какие налоги надо заранее оплатить. Также по сервису оплаты налогов. Это уже порядка 47 тысяч произвело уплату именно через этот сервис. У нас в основном, конечно, привыкли через банковские приложения больше пользоваться, но сейчас уже переходит на ЕСАЛ и Казамат и пользуется данным приложением без комиссии. И уже сама сумма, она и реквизиты идут предзаполнены, ничего больше заполнять не нужно. Насколько я понимаю, приложение максимально, скажем так, удобно для пользователя. Правильно я понимаю? То есть каких-то особых сложностей в управлении этим ресурсом не существует? Нет, абсолютно удобное приложение в пользовании, тем более оно бесплатно скачивается. Как загрузить его? Да, на Apple Store его возможно загрузить и в Play Маркете. Я вот хотела еще обратить внимание, что в приложении есть служба управления переплатами. Если у налогоплательщика имеется переплата на одном коде бюджетной классификации, то физическое лицо, вдруг имея задолженность по другому налогу, он может перекинуть эту переплату на следующий налог. То есть между теми обязательствами, которые у него есть, где переплата, а где недоимка, он может это регулировать и делать перекидку налогов, имеющихся сумм. Также в приложении есть сервис оплаты трудоработнику. Недавно он буквально был внедрен, реализован в этом приложении. Это позволит работнику, если он работает, например, у какого-то работодателя, посмотреть, все ли налоги он с его зарплаты отчисляет. Вот даже и вы, и я, я могу посмотреть, как мой работодатель производит отчисления, все ли обязательные налоги и платежи удерживаются с моей заработной платой и перечисляются своевременно. Этот сервис там есть, и можно посмотреть в том числе и индивидуальный подоходный налог, и обязательные пенсионные отчисления, и медицинскую страховку. То есть все, что нужно, необходимый работник в повседневной жизни, он может там в этом приложении посмотреть. Все это можно будет увидеть. Ну и вот, как я уже сказала, есть сервис «Налоговый кошелек», он помогает принимать и обрабатывать налоговые платежи, позволяет также производить погашение задолженности, и зачислять сумму можно одним платежом на единые реквизиты. Также этот сервис, он как бы аккумулирует информацию о текущих и предстоящих платежах самого физического лица, и это приложение своевременно уведомляет физическое лицо о приближающихся... Это важный момент, да, это автоматические уведомления, по-моему, да, приходит уведомление как бы в этом приложении о том, что приближаются определенные сроки уплаты налогов. Понятно. Я вновь обращусь к нашим телезрителям. Пожалуйста, присылайте к нам ваши вопросы, которые вас волнуют. Наш гость обязательно на них ответит в прямом эфире. А вот тот же самый формат, тот же самый сервис, он будет в дальнейшем рассчитан для предпринимательской среды, для сферы бизнеса? Да, действительно, вот как я уже озвучила, во втором квартале у нас планируется внедрение уже другого приложения, вместо ЕСАЛЫК АЗАМАТ, ЕСАЛЫК БИЗНЕС. Это будет сервис уже, мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей, также по аналогии ЕСАЛЫК АЗАМАТ. Бизнес-версии вот этого приложения для индивидуальных предпринимателей будет предусмотрено упрощение регистрации и закрытия ИП, представление налоговой отчетности и исключение комиссии и оплату его услуг операторов фискальных данных. Данное приложение автоматически будет позволять индивидуальным предпринимателям формировать свою налоговую отчетность, и все данные будут немного предзаполненными. И там он уже просто сможет либо эти данные подтвердить, либо их отклонить или откорректировать. То есть, когда, скажем так, частичная автоматизация. Да, частичная автоматизация будет. И заполнение. Да, да. Еще я бы хотела бы отметить, что в ЕСАЛЫК АЗАМАТ и в дальнейшем ЕСАЛЫК БИЗНЕС можно авторизоваться, ну, как бы и зарегистрироваться, и авторизоваться с помощью ЭЦП-ключа, который выдает у нас, да, Национальный удостоверяющий центр. Либо можно, если вы зарегистрированы в базе мобильных граждан ЕГОВ, управительство для граждан, вы, ваш телефон привязан, вы можете уже авторизоваться с помощью СМС-пароля, который придет на телефон. То есть, это вновь такое дополнительное упрощение входа самого. А вот сроки, в какое время планируется внедрение этого сервиса? Давайте еще напомним. Ну, ЕСАЛЫК БИЗНЕС, он уже находится в стадии разработки, и где-то ожидаем мы его релиз, где-то во втором квартале этого года, апрель-май, мы его ожидаем. То есть, он уже будет в полной, скажем так, готовности, его уже можно будет использовать. Конечно. Вот смотрите, широкий резонанс в обществе возник по поводу возможного налогообложения онлайн-переводов, так называемых, да, те самые мобильные переводы, к которым мы уже привыкли. Вот такой налог, правда, будет применяться в ближайшее время? Что можно по этому поводу сказать? Потому что резонанс возник, да, очень такой серьезный. Ну, здесь сразу же надо отметить, что это, ну, как бы касается, да, мобильных переводов, банковских мобильных переводов. Это, ну, как бы речь здесь идет о фискализации денежных переводов, которые поступают предпринимателям за реализованные имя товара, работы, услуги. Личные переводы физических лиц, они не будут затронуты, тем более облагаться каким-либо налогом. Здесь следует отметить, что вот данные сервисы, да, которые были разработаны исключительно для физических лиц, вот эти Каспий-переводы, например, да, есть и в других банках, они разработаны исключительно для физических лиц, для переводов между друг другу. Но при этом предприниматели, да, вот предприниматели начали активно этот сервис использовать уже в своей деятельности коммерческой. И в некоторых случаях, когда физическое лицо, ну, то есть покупатель, да, переводя ему, не требует чек, тем самым получается, что предприниматель может сокрыть свои реальные доходы. Потому что пробивая через Каспийск, соответственно, сразу к нам сведения приходят о том, что, ну, продан такой-то товар, и, соответственно, с него в дальнейшем будет, ну, как бы из дохода предприниматель удерживается налог. В данном случае, так как сервис, ну, реализован для физлиц, мы вот эти вот, как бы, переводы не видим, и с них налог в большей части не поступает, если он не выдает чек. Поэтому эта тема была вот затронута именно из-за, ну, как бы, физилизации таких денежных потоков. Ну, это вновь, да, та самая борьба с теневой экономикой. Да, потому что многие предприниматели, я же говорю, начали активно этим сервисом пользоваться и скрывать свои реальные доходы. Ну, что здесь можно сказать? Да, вот здесь возникает проблема, вот, как понять разницу между коммерческими переводами и частными? Да. Действительно, сейчас Минфин, ну, как бы, готовит законопроект. Они разрабатывают несколько решений по разделению, вот, и фискализации таких переводов. Они, ну, как бы, обсуждаются с ассоциацией финансистов Казахстана и с другими общественными организациями, с ими госорганами заинтересованными. А Тумикен, так понимаю, также будет задействовать? Конечно. И вот предлагаем поправки с учетом их мнений, будут размещены уже для публичного, ну, как бы, обсуждения на портале открытой НПА. Ну, вот, я могу сразу сказать, что уже есть определенные наработки. Это же есть стратегия. Да, одним из решений предлагается, как бы, использовать отдельный счет, который будет предназначен именно для предпринимательской цели. То есть, покупатель, когда придет покупать в магазин хлеб, там, или какой-то любой, да, продукт в магазине, он будет уже отправлять эту сумму на, ну, как бы, специальный счет предпринимателя, откуда уже эти сведения будут к нам приходить, и мы будем видеть его реальный доход. Это вот предложение одно, чтобы разделить счеты, ну, как бы, эти переводы и внедрить отдельный спецсчет, как бы, грубо говоря, да. Также предлагается разработать систему управления рисками. Ну, это будет в техническом плане, как реализовано, я сейчас не могу сказать, это будет разрабатываться. Но это решение должно позволить с максимальной вероятностью, как бы, определять признаки операции, которые, ну, как бы, будут больше относиться к предпринимательской деятельности. Например, вот, если в течение месяца, да, получаются деньги, как бы, ну, приходят деньги, да, от нескольких, там, не аффилированных лиц, то здесь уже будет возникать вопрос, возможно, это предпринимательская деятельность, и система рисками, она будет присваивать какие-то баллы по определенным критериям, да, и если эти баллы будет превышать, то будет уже направляться ему уведомление, этому налогоплательщику предпринимателю, либо он должен будет пояснить, что это были за переводы, либо он должен показать реальный доход, и, ну, как бы, потому что слишком часто, когда приходят разные суммы в течение месяца от разных людей, если, например, раз в месяц приходит сумма от брата, там, да, или от мамы, там, помощь, да, или там еще что-то такое, денежные переводы, здесь уже вопросов, конечно, не будет, и система управления рисками, она не будет его считать как рисковым критерием, и не будет к нему, ну, как бы, суммировать баллы, да. То есть будет какая-то предельная сумма. Да, а вот если уже на счет вот этого предпринимателя будет начисляться много денег, там, на разные суммы, и это с большой вероятностью, как бы, для нас будет отражать, что он, ну, начисляет предпринимательскую деятельность, а уже прям физические лица сами, ну, как бы, переводы физических лиц между друг другом, между родственниками, они уже, как бы, не будут затронуты в данном случае. Ну, вот здесь возникает пара вопросов, вот многие высказывают опасения, что в этом случае многие предприниматели уйдут в наличный расчет, то есть будут пользоваться наличкой. Есть ли такая вероятность, такая опасность, что все вернется вот к тому, что уже было ранее, к наличному расчету? Ну, в принципе, экономика в этом случае потеряет. Риски определенные есть, но сейчас мы, как бы, идем к тому, что, да, развиваем гражданскую активность, я думаю, у потребителей, как бы, есть своя заинтересованность, так как в дальнейшем этот продукт они не смогут вернуть, например, если он вдруг окажется, да, некачественным, либо просроченным. Да, если только одна сторона есть. Им, даже если они на личную сторону опять перейдут, в любом случае требование чека, как бы, является правом потребителей, и это их защищает права, и я думаю, если вы хотите получить качественный, ну, как говорится, товар, если у вас активная гражданская позиция, вы хотите, чтобы поступали налоги с этой покупки, с вашей, да, в бюджет, то я считаю, что здесь в данном случае просто надо, ну, как бы, именно гражданскую активность населения повышать и, как бы, пытаться требовать, ну, как бы, не то, что требовать, а призывать к тому, чтобы они брали чеки у предпринимателей и, как бы, были защищены от подделок, от просрочек и от некачественного товара. Вот я бы хотела рассказать, что у нас в рамках, ну, вот, с 20-х годов, да, у нас был введен трехлетний мораторий на проверки, и некоторые недобросовестные предприниматели, они восприняли эту, как бы, льготу, да, инициативу нашего правительства, восприняли, как шанс, как бы, уклоняться от налогов. То есть, ну, раз налогу не надо платить, то и зачем мне доход показывать, да, я буду его поменьше показывать. И вот здесь вот хотелось бы отметить, что мы запустили проект, такой пилотный проект, гражданский контроль требует чек, называется. То есть, любой вот покупатель, приходя в магазин, он, если потребует чек, и вдруг ему откажут, он может это снять на видео, ну, зафиксировать факт нарушения, да, налогового законодательства, в плане невыдачи чека, направить это видео через приложение вайпинг к нам, оно к нам поступит, мы в случае подтверждения этого факта привлечем предпринимателей к административной ответственности, в первый раз это будет предупреждение, потом это уже будет реальный штраф. И вот хочу сказать, что вот в 2020 году у нас поступило, ну, позапно Казахстанской области, свыше тысячи обращений от покупателей, да, на предпринимателей, которые нарушили, не выдали чек, и из них вот подтвердились факты в отношении 656 предпринимателей, и они были привлечены к штрафу более, ну, как бы сумма более 1,7 миллиона тенге. Ну, то есть более 1 миллиона тенге уже мы, предприниматели, привлекли уже к ответственности. Ну, вот еще одна претензия, вот я позволю себе тоже ее высказать, по поводу онлайн-переводов заключается в том, что, как бы, вот эта мера, она сейчас не своевременная, потому что сейчас у нас коронакризис и дополнительное какое-то налогообложение может, ну, скажем так, ухудшить положение бизнеса на данный момент. Ну, вот еще раз... Я еще раз хочу здесь разделить, да, здесь не означает, что возникнет новый налог. Потому что именно этого опасаются, да. Да, мобильные переводы ни в коем случае не облагаются никаким налогом. Мобильные переводы, они могут только, как бы, ну, со стороны банка могут взиматься комиссией, да, но, насколько я знаю, не во всех даже они есть, и где-то и комиссии нету. Налогом эти переводы никак не облагаются. Здесь важно определить один момент, то, что, вот я как говорила, скрывается зачастую доход предпринимателя путем того, что он не выдает чек, принимает на себе наличную карту вот эти денежные средства от покупателя, от физических лиц, и просто их не отражает в декларации. Соответственно, вот именно об этом моменте говорилось, что скрывая доход, как бы, бюджет недополучает те положенные, как бы, налоги, которые он должен... Которые в том числе пойдут на социальные нужды. Да, соответственно, да. Те налоги, которые он должен от предпринимательской деятельности сам исчислять и удерживать, ну, как бы, перечислять бюджет, он для этого его налогообложения, получается, занижает доход, скрывая вот эти вот переводы, не указывая их в налоговой отчетности. Чем больше ты показываешь доход, соответственно, ну, и тем самым ты облагаешь его налогом, и, соответственно, больше налогов поступает в бюджет. Самое главное здесь, почему правительство дало, ну, как бы, эту льготу и мораторию, да, освобождение от налогов, чтобы просто налогоплательщики максимально отражали свой доход, не скрывая от нас. И мы и так, и мы уже дали послабление на три года в виде неуплаты, как бы, ну, налогов. И поэтому у нас, как бы, да, вывести из тени, и чтобы они достоверно отражали все доходы, в том числе вот те переводы, которые к ним поступают в рамках предпринимательской деятельности. Про личные переводы здесь вообще речи нет. Здесь сложная ситуация, да. С одной стороны, ты понимаешь сложность бизнеса, особенно малого, микробизнеса. С другой стороны, чек — это важная история собственной безопасности. Конечно. Потому что мы живем в мире, где, ну, невозможно предугадать все риски, ты не знаешь, с чем ты столкнешься при покупке того или иного товара. Хорошо, давайте вот еще один момент затронем по поводу вот этой цифровизации, которая сейчас идет повсеместно, и, конечно, актуальность ее, я думаю, всем ясна. Но, тем не менее, вот Минфином Казахстана выработан ряд мер, которые направлены в том числе и к департаменту госдоходов, где делается акцент, особый акцент на цифровизации. Вот какие можно назвать именно вот эти точки, на которые указывает Минфин в плане развития цифровизации? Ну, да, это вот у нас очень много мер, конечно, в рамках цифровизации, разработанного Министерством финансов Республики Казахстан. Но одним из них является это введение электронных услуг, да, как бы перевод, вернее, государственных услуг на электронный формат. Также усиление контроля за трансграничной торговлей, модернизация таможенной инфраструктуры, модернизация наших информационных систем. Горизонтальный мониторинг мы внедряем крупных налогоплательщиков, вот, который я уже назвала, мобильные приложения, разрабатываем для населения, и в дальнейшем у нас будет для бизнеса. И вот если касаемо, например, трансграничной торговли, то в Казахстане, ну, как бы внедряется такой комплексный план по противодействию нелегальному торговому обороту на границе. И вот в целях исключения лжетранзита и поставки товаров в адрес, ну, как бы, фиктивных получателей расширяется применение, ну, как бы, навигационных пломб на автотранспортные средства. Кроме того, для полноты уплаты налогов вводится контроль по всей цепочке от импорта до розничной торговли на товары путем оформления электронных сопроводительных накладных. То есть обеспечивается обмен информацией о количестве, о стоимости товаров и с другими уполномоченными странами, это все в рамках ЕАЭС. То есть, если на практике это объяснить, если вы на границе, например, подъезжаете, да, например, к Казахстану из России везете товар, водитель должен при импорте, уже при ввозе сюда товара, показать электронный документ, ну, электронный документ в виде регистрационного номера, это сопроводительная накладная на товар, предъявить его для экспортного контроля. И если этот документ в системе есть, по регномеру, наш сотрудник его находит в системе и подтверждает эту сопроводительную накладную, и дальше груз может проехать уже, ну, как бы до места назначения. Если вдруг такого документа электронного не будет, наши сотрудники, они могут, ну, как бы в рамках применения системы управления рисками, они могут навешивать нагляционные вот эти пломбы до места назначения. Если он, например, на границе говорит, что я еду по, ну, как бы до Уральска, и здесь потом буду товар свой сгружать, то, соответственно, данная инновационная пломба будет, ну, как бы следовать до Уральска, и потом ее, как бы, снимут и заберут наши сотрудники. Если он поедет, да, если он поедет до Алматы, то уже, например, в Алматы уже другие сотрудники будут снимать данные пломбы. Ну, в любом случае, это делается для того, чтобы исключить вот этот вот, ну, как бы ЛЖ-транзит, и довольно часто налогопотечники, как бы, кто возит груз, они иногда называют фиктивных получателей, говорят, вот мы везем, например, сюда, в Уральск, на того-то, потом мы начинаем выявлять и искать данного получателя, чтобы он оплатил, например, 12-процентный НДС нам в бюджет. Кто-то отказывается, говорит, нет, я ничего не заказывал, это не для меня, а по факту, получается, груз, например, поехал дальше и еще где-то разгрузился в другом месте, и поэтому вот эти инновационные пломбы, как бы, навешиваются, если вдруг нет электронного сопроводительного документа. А в данном документе как раз есть все, ну, как бы, адрес, наименование получателей, все указано, и, соответственно, уже вот таких мер... Такая форма страховки, чтобы избежать этих всех авантюрных схем. Да, меры контроля, чтобы, ну, как бы, избежать потери бюджета и вот таких вот нюансов, как вот эффективность получателя. Вот, чтобы уже совсем закончить тему, давайте вот еще немного остановимся на вопросе цифровизации. Какие еще продукты вот сейчас применяются в налоговой сфере? О чем еще важно сказать нашим телезрителям? Ну, вообще, в целом, у нас очень много, как бы, внедренного цифровых технологий. Это у нас есть такие информационные системы, как Астана-1, электронные счета фактуры, система управления рисками. И вот я знаю, что сегодня 99% налоговых и таможенных деклараций задаются, как бы, в электронном виде дистанционно, используя вот эти все наши системы. И тем более, вот, хочу отметить, вот, опять-таки, эту систему управления рисками, что, в целом, вот, было очень много создано в рамках нее, в рамках этой программы модели рисков. И в результате, вот, за счет такой цифровизации в налоговом и таможенном администрировании в 2020 году вот в ЗКО у нас поступило дополнительно 20 миллиардов тенге в бюджет. Это кроме тех, которые, да, как бы, налогоплательщик сам изъявляет, ну, как бы, исчисляет свои налоги, еще дополнительно мы своим администрированием, выявлением обеспечили 20 миллиардов тенге свыше, получается. Ну, вот, вообще, вот, если мы говорим про цифровизацию, сейчас практически все услуги оцифрованы, будем так говорить. Ну, на сегодняшний день... Это 17 таможенных и 27 налогов в направлении. И вот из этих 44 услуг у нас 37 автоматизированные. И еще более того, на альтернативной основе 26 из них у нас, ну, как бы, размещены на сайте правительства для граждан. То есть можно еще не только у нас их получать, эти услуги, но также на альтернативной основе в правительстве для граждан, на ЕГОВКИ-ЗЭТ. Ну, в целом, довести до 100% это вполне возможно. Да, ну, вот, если вот взять те услуги, которые мы в прошлом году, в 2020 году оказали, мы оказали в прошлом году 712 тысяч услуг, и из них в электронном виде 704. Это 97,5%. Ну, вот, помимо электронных сервисов, которые, я думаю, что тоже для широкой массы населения, наверное, не всем доступны, все-таки, учитывая темпы цифровизации, потому что об этом говорится. Но, тем не менее, я думаю, что если вот посмотреть на реальные цифры и как-то посмотреть на реальную ситуацию, все-таки проблем большое количество именно с принятием в целом цифровых технологий. Поэтому здесь еще, конечно, ну, наверное, многие проблемы придется решать в ближайшее время. Но вот если говорить о сети колл-центров, вот насколько она у вас развита? То есть возможность дозвониться напрямую, получить информацию и что-то понять, даже учитывая там использование приложений каких-то? В 2020 году, с 2020 года функционирует контакт-центр ДГД по ЗКО, 1414, добавочный номер 4. В прошлом году мы, например, обработали свыше 121 тысячи обращений, и 91% налогоплательщиков оценили работу наших операторов на отлично. Вообще очень много обращений поступает, и особенность такая, что на 1414 вы можете дозвониться как с сотового телефона, так и с городского. С сотового телефона вы переключаетесь сразу напрямую, он определяет местонахождение. Например, если вы звоните с территории Западно-Казахстанской области, в данный момент находитесь здесь, он автоматически переключает на операторов Западно-Казахстанской области. То есть этот формат тоже работает? Да. Спасибо. На этом завершаем. Я вас еще раз благодарю за участие в этом эфире. Сегодня мы обсудили некоторые важные вопросы налоговой сферы. В студии выступала Айман Куанова, руководитель управления разъяснительной работы Департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области. С вами была программа «Время вашего вопроса». До свидания.